Добрый день суток! Вы находитесь на канале Исследователь. Меня зовут Артём. И мы сегодня будем исследовать мой брокерский портфель и события, происходящие на фондовом рынке. Я вам покажу свои покупки, объясню логику своих действий, потому что для кого-то мои действия кажутся нелогичны, для кого-то могут быть логичны. Ну, скажем так, попытаюсь изложить видение ситуации, может подскажу какие-то нюансы по инвестированию, на что смотреть, к чему приглядываться, как я делаю выводы, анализирую ситуацию. Не обязательно следить за всеми новостями, событиями в мире, чтобы знать, куда пойдет рынок. На самом деле, все можно делать по-другому и собирать, именно собирать разные стратегии, собирать у себя в портфеле разные-разные инструменты, которые будут работать по-разному, но все будут приносить, в принципе, ожидаемый плюс. И мы видим, что у меня 133 тысячи плюсов, и это 24% за год. В принципе, 24% за год ни одна банковская ставка не дает, по крайней мере, сейчас. И я вам хочу сказать, на самом деле, я эту доходность, постоянно размывая, пополняя, вкладывая деньги в счет, на самом деле, эта доходность намного выше, потому что она растущая. И показываю вам в моменте года, от текущей даты, год назад и год вперед. Мы также можем увидеть, что за все время у меня чуть-чуть другие цифры. Тут уже 30% и все время это с января 2023 года, 17 января. Вот, смотрите, друзья, я не так давно завел этот YouTube-канал, Telegram-канал, и решил устроить для своих молодых подписчиков, которые подписаны на Telegram-канал и активно проявляют участие в общении в чате, я буду размещать какие-то викторины, какие викторины я буду размещать, я, наверное, это все изложу на стриме, общую концепцию, технические нюансы, может, опять же, мы все вместе решим, как эту викторину делать. С призовым фондом я определился, призовой фонд будет в районе 9000 рублей. Мысль по призовому фонду, что это будет, наверное, три места, первое, второе, третье, за участие в викторинах. Викторины, наверное, будут проходить один раз в неделю. Из этой викторины будет выбираться победитель. Наверное, так, ну, я могу сейчас запутаться. Короче, викторины будут проводиться в течение месяца четыре, четыре викторины, по одной викторины в неделю, наверное, будет. И получается четыре, да. И, может быть, тогда из четырех человек будет состоять уже финальный розыгрыш. Вот. Такая история. Будет, наверное, все-таки три приза. Ну, за первое, второе место. Четвертому, к сожалению, ничего не достанется. Ну, тем интереснее, наверное, будет. Ну, может, четвертому что-то тоже достанется, утешительный приз какой-то. Разыграны будут акции на озвученную сумму. Акции либо из моего порфеля, они будут выбраны рандомным случаем. Или я сделаю отсев из 36 акций индекса Московской биржи по системе рулетки Казино. То есть, это будет 37 чисел и одно зеро. То есть, будет... А, нет, 36, да. Будет 36, я уже запутался, забыл как-то это все. 18 одних, 18 других и за РО 37, да. Все правильно, зелененькое. Вот. Или нет, 36. Я совсем... У меня совсем 18 одних, 18 других. 36 и за РО 37. Все, вот, 37 эмитентов будут участвовать в розыгрыше. Наверное, их не будет в моем порфеле. И мы их, этих эмитентов отберем. Распределим на три места. На три места. И разделим эту сумму пропорционально этим эмитентам. Может быть, за первое место одна какая-то акция. Там, допустим, на 3 тысячи или на 3,5. За второе место будет какая-то акция пропорционально этой суммы. Мы на дату розыгрыша зафиксируем цену этой акции. И на начало розыгрыша, да, зафиксируем. То есть, я проведу какую-нибудь такую рандомайзерную штуку. Придумаю каким-либо образом этих 36 компаний. Отобрать для, грубо говоря, призового пула акций. Которые будут распределены на первое, второе, третье место. Вот. Как бы общая концепция по выбору активов. Чтобы это было интересно, как игра, да, выберем случайным образом активы из индекса московской биржи. Из этого того, что мы выберем случайным образом, распределим на первое, второе место. Если акция будет сильно дорогая для нашего призового фонда, мы ее случайным образом заменим на другую. Вот. Это то, что касается выбора акций. То есть, это будут случайные акции, что не я буду там прям специально выбирать. А мы случайным образом выберем призовые акции, которые будут награждены те, кто выиграет в викторинах. В викторинах будут участвовать, в викторинах будут участвовать разные, разные, скажем так, вопросы, касающиеся, скорее всего, в большей части фундаментального анализа. Ну и, может быть, каких-то таких острых штучек технического анализа. Вот. В викторины пока, наверное, буду составлять сам. Если, опять же, есть у тебя желание, ты знаешь специфику, допустим, фундаментального анализа. И можешь какие-то вопросы подготовить, я с удовольствием приму вашу помощь в этом вопросе. Если ты технарий, знаешь технический анализ, знаешь какие-то аспекты, можем обсудить. И подготовить вопросы по техническому анализу. И будет весело. И мы посмотрим, какие акции, как они будут расти. И подписчик нам будет отчитываться за эти акции. И, таким образом, мы узнаем, как священный рандом может приносить профит пользователям. Смотрите, вот этот первоначальный счет, который я открыл при начале инвестирования. И вот здесь у меня есть ИИС. ИИС я открыл значительно позже. Это было на три месяца позже того, как открылся этот счет. И то я его не открыл. Скажем так, я начал его пополнять. Он открылся самостоятельно, без моего участия. Единственное мое участие было это волеизъявление и выборе брокера Альфа. Я просто флажком выбрал брокера БКС. Нажал на кнопочку и так я оказался здесь. И мы можем увидеть по анализу, что у меня на этом счету 70% доходности за все время. Если мы посмотрим за год, то мы увидим, что уже 46%. Видите, как скоррелировалось? Потому что дата считается по текущей за год. А за все время оно считается с того, как переехали мои активы заблокированные. Это американские, европейские акции. Я вам их сейчас покажу. Вот, допустим, EON. А не, это не то. Это наши. Вот, заблокированы. Они четыре подписанных. Банков Америка, Дача Телеком, EON, Nokia Group. То есть, все риски заблокированных активов я пережил. Поэтому мне уже ничего не страшно. Я знаю, как действует рынок. Я его чувствую. Он мне помогает, в принципе, приращивать свой капитал. Вот. Что я буду делать в случае кризиса? Я тоже знаю. Все ходы записаны. В случае часа X. Так, что я вам показал? Показал, что за год и за все время. И все время это у нас составляет 15 месяцев. Ну, где вы такую доходность найдете? Это я просто пополнил три месяца в начале года растущего рынка. Вот его результат. Также вот на ИСИ мы видим, за все время показывают 13%. Но если мы проанализируем портфель со всеми дивидендными выплантами и переоценкой, то мы видим, что уже 15,78. И эта доходность, каждым днем все растет и растет. Она не становится меньше, как процентная ставка и банковские вклады. Вот эта доходность у меня будет расти независимо от банковской ставки, от банковских вкладов. Потому что есть определенная система покупок. И там иногда бывает продаж акций. Потому что не всегда ты угадываешь, что вот инструмент дает тебе такой прогрессивный рост, который тебе нужен для того, чтобы твой портфель прирастал. Поэтому, друзья, для того, чтобы добиваться результатов, нужно изучать фундаментальный анализ, нужно изучать технический анализ. Технический анализ нам помогает входить в сделку, чувствовать рынок, на какой ступени мы находимся, куда пойдем, на какие уровни сходим. А к этим уровням нужно будет подготовить денежку. Соответственно, если мы понимаем, что мы будем расти как ракета, и уже все, я знаю, что вот у меня нужно деньги будет летом тратить там. Может быть отдохнуть поехать, ремонт нужно закончить, там еще что-то. То есть я максимально из себя выжил в начале года, максимально закинул. Да, у меня по плану есть 15 тысяч в месяц закидывать. И я вам сейчас покажу некоторые нюансы. Вот, смотрите, пришли дивиденды. Вот пополнение на 5 я сделал. Пришли дивиденды от Новотека. Вот еще пополнение на 5 я сделал. И вот было на 135, это были дивиденды, выплаты Диасофта. Вот был перевод между счетами банков Америка. Я на обмен выставил 3 акции, одну оставил. Ну, думаю, может откачу, если не поздно. Если не поздно. Вот, показывал ролик, как вывести деньги. Там буквально деньги выводились несколько часов. Или с вечера я дал распоряжение в такое время на вывод денег. А на следующий день утром они там либо в 11, либо в 12 часов деньги поступили на счет. Также мы видим в марте 27 я делал пополнение. Ну, то есть в апреле пополнение я совершил вот буквально. Это у меня возврат дивидендов на счет. Это, ну, они сейчас считаются как пополнение на ИС. Потому что, видите, деньги попали на ИС, а дивиденды пришли на счет банковский. И таким образом я получаю дивиденды и с ИСа, и с обычного счета. Закидываю их на ИС, и мне государство дополнительность дивидендов дает возврат. И тем самым я дополнительно включаю механизм сложенного процента. То есть это когда у меня один сложенный процент добавляется, и к одному сложенному проценту добавляется еще небольшой сложенный процент. И вместе уже это получается как функция сложенного процента, которая со временем будет только ускоряться. А о чем я говорю? Ну, смотрите, друзья, если вы не знаете, что такое сложенный процент, мне, к сожалению, придется тогда воспользоваться калькулятором сложенного процента. Калькулятор. Калькулятор. Так, на калькулятор откроем и посмотрим. Так, конечную сумму, ставку, стартовый капитал, срок достижения цели, размер, размер пополнений. Допустим, давайте вот возьмем стартовый капитал 30 тысяч. Срок инвестирования, допустим, один год для начала, ставка 12 процентов. Средняя, ну, раз в месяц, период реинвестирования. Вот, это важно. Дополнительное вложение. Давайте рассчитаем так. Сперва мы, смотрите, вот, сейчас все по красоте будет. 30 тысяч, срок инвестирования один год, ставка 12 процентов. Дополнительных вложений мы не делаем. Доход 3 тысячи восемьсот. Итоговая сумма 3 тысячи... Ну, 3 тысячи... 33 тысячи. Теперь мы делаем ежемесячно до вложения по 5 тысяч. Это у нас, получается, мы за год должны к 30 добавить еще по 5-60. Да? Давайте рассчитать. Где тут рассчитать? Рассчитать. Так, сумма всех пополнений 60 тысяч, доход 7. Итоговая сумма, и у нас получается 97. И мы видим, что доход у нас за год как бы не сильно вырос. А если мы это все то же самое сделаем не за год, а хотя бы за 3 года. Может, тут с реинвестированием, правильно? Вот, смотрите, доход, видите, какой маленький. Начальная сумма маленькая, а потом у нас пополнения большие пошли. То есть, непропорционально пополнений. Ну, давайте все равно сейчас рассчитаем. И мы видим, уже начальная сумма маленькая. Доход увеличился за 3 года. Видите, как доход вырос в процентном соотношении. И теперь мы с вами ничего не меняем. Мы по 60 тысяч пополняем, реинвестируем. И у нас идет реинвестиция доходов. То есть, у нас с вами 3 года было. Давайте сделаем 5 лет. Все те же самые условия. И мы видим, как доход наш начинает увеличиваться. Видите? А теперь давайте сделаем не 5 лет, а 10. Ну, мы же все проживем 10 лет, я думаю. И мы видим, что у нас доход уже больше 50%. Это за 10 лет. Правильно? За 10 лет у нас доход получается 50%. Идеально, по-моему. Давайте смотреть дальше. Это приставки 12%. Так, теперь берем 15 лет. Проживем ли мы 15 лет? Рассчитать. Итоговая сумма всех пополнений, видите, 900 тысяч. Доход. Доход. Миллион 700. Он превысил все мои вложения и пополнения. Ловили тему. И наша задача, вот хотя бы 12% вы сфере капитализации должны осуществлять. Это банковская система. А я вам показываю то, что я на бирже могу сделать 2-4% за год. А если я знаю, как запускается механизм сложенного процента, то я могу добиться вот таких результатов. Давайте посмотрим, как работает система, если мы это сделаем, допустим, по 5 тысяч в месяц. Не так много, да, друзья? Какая интересная история-то получается. Всего лишь тридцатку закинули и по пятерке в течение одного месяца мы закидываем. Не так много денег нужно для того, чтобы стать богатым. Время? Нужно только время. Так, срок инвестирования. Давайте 20 лет, да? 20 лет. Что же у нас будет через 20 лет? Рассчитать. А уже доход у нас с вами получается 4 миллиона. И это мы все по пятерочке закидываем. Сумма всех вложений 1 миллион 200. И мы получаем 4 миллиона. Итоговая сумма у нас 5 миллионов. Мы собрали по 5 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей. Почему я минимум должен закидывать 15? Давайте поменяем эту историю на 15 тысяч рублей. Так, это полторы, это нам не надо. И мы видим, что за 15 тысяч рублей ежемесячно внесенных, сумма всех пополнений составляет 3 миллиона 600 рублей. А доход 11 миллионов. Итого, за это время, если я буду вносить по 15 тысяч рублей ежемесячно, я получу 15 миллионов. Это получится у меня за 20 лет. Ну, понятно. А если я, допустим, бы изменил первоначальную, она уже ни на что не влияет. На 300 тысяч. 18 миллионов. Доходность 14. Ну, так, чуть-чуть поменялось. Вы видите, как время и сложенный процент работают совокупно. Главное, регулярность. А если, допустим, мы оставляем те же для чистоты эксперимента 30 тысяч, и мы делаем ежемесячное не 15 тысяч, а 20. И доходность наша по ставке не 12 годовых, а 24. Рассчитать. Всех внесенных мной 4 миллиона 800 доход составил 113 миллионов. Да, сами считать можете. И мы видим такую диаграмму, как буквально внося по 20 тысяч и 24 процента доходности, можно получить доход в 100-113 миллионов. Так что, друзья, я знаю, как стать миллионером. Если ты хочешь стать миллионером, для тебя я уже подготовил розыгрыш. Пусть он не такой большой, всего лишь в районе 9 тысяч, там точную цифру я не скажу, потому что это будут акции, их стоимость приведенная примерно к этой сумме. Вот. Такая идея. Давайте обсудим сделки, которые я совершал. Давайте обсудим сделки, которые я совершал. Я покупал ВУШ, я покупал Ленту. Мы видим, что Ленту 3 акции, ВУШ 2. Покупка Астра 2 акции, покупка ВУШа 1-2. Вы видите, я не покупаю сразу всю пачку. ЮГК одну купил. Покупка АФК-системы одной штуки. Ну, я размывал доходность. Продажа трубно-металлургическая, ну, она подросла еще после этого. Я просто уменьшил позицию. ММК продал. Мне задали, почему вопрос продал ММК. Ну, потому что рандом случай на нее упал. Мне нужны деньги были для покупки ВУШа, потому что, вы видите, ММК продал, ВУШ купил. Ну, купил еще чуть-чуть ВУШа. Купил фондов от Тинькова чуть-чуть. Ликвидности чуть-чуть купил. Снова купил ВУШа. Покупил Евроэлтеха. Купил Сегежу. Купил Татнефть. Купил Роснефть. Новотека немного распадской взял. О, друзья, я вам сейчас покажу. Это стратегия окурки. Стратегия окурки. Биржа Санкт-Петербурга вышла у меня сегодня в плюс. По этому поводу. Поэтому у меня Сегежа окурки, у меня биржа Санкт-Петербурга окурки. Если ты хочешь знать, что такое окурки, подписывайся на Телеграм-канал. Телеграм-канал вот он. Вот-вот он. QR-код. Ты можешь читать, сделать скриншот, записать. Соответственно, правило. Правило есть здесь. Ссылка на YouTube в описании. Поэтому подписывайся на YouTube, подписывайся на Телеграм-канале. Смотрите. Это сегодняшние новости. Про позитив. Я сейчас не буду заострять. Тут на этом свое внимание. Свое внимание на этом. Не буду заострять. Фото мы поменяли. Я вам хотел про окурки показать. Про окурки показать, как мы празднуем окурки. Тут публикую свои новости. А я долго ждал этого момента. Так, я не понял. Совкомбанка. Биткоин упал. А, я не туда мотаю. Точно. Самый верх. Смотрите. Это вот я писал про Совкомбанк, когда он еще там был очень дешев. Вот, друзья. Нужно, нужно, нужно будет. Давайте сперва про окурки. Про окурки. Это логотип мы меняли. Мы все пройдемся по новостям. По всем. По всем новостям пройдемся. Вот, начало. Смотрите. Хабарик. Хабарик. Это чисто по-питерски окурок. А дальше Как папиросы в тесном портсигаре Хранила жизнь Прессованные дни. Нет, я не жил. Я жизнь играл в ударе. И сами Жглись Как папиросочки Они А курак Мой дружок Забавы Миг Пустяшный Вот полетишь Снежок И Саши Пиш Как смей А курак Вот. Вот это мой окурок. Мы видим. Да, он возможно упадет еще. Если упадет, я его еще докуплю. Если ты не знаешь, что такое окурки, Я здесь размещаю Новости Про окурки Ну, молодым не советую Но если ты знаешь, что такое окурок, ты можешь Да, растет, растет Давайте, друзья, посмотрим сегодняшние новости Сегодня я был С утра очень сильно занят С утра был очень сильно занят Так, это у нас уже 11 апреля Да? Как летит время Как летит время Вот, начало дня Начало дня Сегодня некогда было размещать видео Мне друзья помогают Находят картинки Делают прямо В сообщениях отправляют Я их теперь делаю в обложках видео Также меняю Меняю Немножко апгрейджу Для того, чтобы мы развивались Росли Вы узнавали что-то новое Пример викторины я показывал Также мы можем поискать его здесь Он чуть-чуть выше Но не будем отвлекаться 10.05 мы видим, что IMOX вырос на 0,06% Почти все фишки У нас с вами Кроме одной Зеленые Это говорит о том, что рынок растет Вчера я снимал видео Вот оно Вы можете его посмотреть Это видео И В этом видео Я показывал Как я выставлял заявки Которые отработали UGK в моменте утром Открывалось на плюс 5% Поэтому Покупал UGK Усредняя вверх Глубоко Усредняя вверх Друзья Не нужно забывать Ставить 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 Такие штучки А теперь Что мы видим Что в 11 часов IMOX Находится в красной зоне Минус 0,02% И мы видим Основные фишки Снижение Красной шарики И проценты Проставлены по каждому Крупному имитенту Эти имитенты Входят в основной индекс Московской биржи Которые Являются основным Основным Вот к нам Пополнение Друзья Поэтому Если ты хочешь Участвовать в викторине Хочешь узнать Что-то новое Получить подарочные акции Нужно вступить Нужно вступить Так Тут про дивиденды Вот смотрите Такой пост Газ Акционеры ТСН Энерго Рассмотрят вопрос Дивидендов За 23-й год Ранее совет директоров Компании Рекомендовал Их не выплачивать То есть Они сперва Рекомендовали Их не выплачивать Рынок уронили Кто-то по дешевке Акцию Купил А потом Говорит А мы заплатим Дивиденды И акция Начинает Отрастать Понимаете Какая игра А Газпром Делал наоборот Он говорил Мы заплатим Дивиденды Все начинали Покупать Цена вырастала Вырастала А потом Газпром говорил Нет А мы не будем Платить Но в этом году Газпром заплатит Поэтому Если ты Спекулянт Можешь Лопатить Газпром Но только Не сильно Лопать А то Газпром Бывает Не едет Вообще Длительное время Никуда Он стоит В диапазоне Там 170 160 Рублей И все Мертвый Как привязан Ну и бывает На 150 Уходит Иногда Можно закупиться Так Цены На российские Энергетические Уголь Уголь Упали До минимумов Ну слушайте Сегодня они упали Завтра они выросли И это не весь уголь Это только Энергетический А есть уголь Металлургический И он идет И он идет В разные сферы Тоже присоединюсь Смотрите Сегежа Хорошая новость Что увеличили экспорт Ценных пород дерева Ведомости Новость не читал Честное слово Просто я уже По заглавию Знаю О чем будет идти речь Давайте мы ее вместе Разберем И посмотрим Как положительно Это Реклама Соряныч Так Рост составляет 2,2% К 22 году Так Это мы увидели Позитивная динамика Поставок За рубеж Пиломатериалов Так Пород деревьев Пород деревьев И дальше нужно Подписаться 14 Так что Вот такая вот История Мы не подписаны К сожалению Ну Выросли Давайте посмотрим На Сегежу Что было Сегежей В моменте Сегежа У меня Минус 10% Это мой окурок И сегодня Эта новость Но она никак На нее не играет Друзья Но совсем Никак И Сегежа Вот она Начинает Находить Своё дно Возможно Буду докупать Усреднять Больше Позицию Но жду Когда еще Локальнее Просядет Бумага Буду тогда Докупать Вот Было 3.60 Денег Не было Будут Деньги Буду Добирать Нет Будет Денег Буду Наблюдать Такова Судьба Сегежа Позиция Вы видите Это По одному Из порфелей На 15 тысяч Сформирована Новотек Новотек У меня За За Сегодня Там Не За все Время Видите Какую Доходность Он Понизил Так Вот Друзья Давайте Посмотрим Что у нас Сегодня Росло Что Падало Это У нас Нижу По Двум Порфелям Нужно Наверное Пробежаться Так Давайте Посмотрим Что нам За сегодня Дает Этот Плюс Уж Падает Система Падает Я ее покупал Астра Падает Я ее покупал Газпром Не покупал Банк Санкт-Петербург На дивидендах Растет Диасов Падает Хочу Купить Евро Илтех Вырос На 3.7 Тоже Пост Размещал Сверху Давят Продавцы Друзья Но Есть Возможность Еще усредниться Но Не будет Она Там Особо Больше 20 Рублей Там Падать За бумагу 19 Вряд ли Мы ее Увидим Поэтому На просадках На вот этих Которые будут Рекомендую Усреднить Ну Как бы Вы сами Это Не инвестиционное Я все таки Наверное Советую Вам Все что я Говорю Это Мои Шальные Мысли Никакие Там Не Рекомендации Мои Влажные Фантазии Наверное Так Об инвестициях Я вам Показал О чем Мои Влажные Фантазии 113 Миллионов 113 Миллионов Ну Мне Наверное Через Лет 20 60 лет Будет 113 Миллионов Хватит Покуролесить Я надеюсь На остаток Жизни Так МТС МТС Вырос Лента Чуть Чуть Подросла Я ее Покупал Мы видели Мечел Падал Я его Тоже Покупал Не купил Правда Хотел Купить Но не купил НКНХ Ожидаемо Скорректировалась После бурного роста НЛМК Остановилась Она росла Хорошо Спекулянты Тормозят Наш рост Мы видим Видите Выросла И тут Фиксация Прибыли Началась Ну ничего страшного Бумага Хорошая Фундаментальная Дивиденды Заплатит Давайте посмотрим Что у меня По дивидендам Какая доходность Финанс Мы видим 42% Доходность По бумаге Плотов Всего Два штуки Показатели Дивиденды Мы видим Что показывают 11% Доходности На самом деле Нужно считать Можем также Просчитать Доходность Мы видим Что я бумагу Покупал Покупал По 158 рублей 158 А дивидендов Она нам Заплатит Не считает Давайте посмотрим 25.43 Доходность 11% Какая для меня Будет Доходность По бумаге НЛМК 25.43 25 43 Делим Насколько там Я покупал 158 27 158 27 И мы видим Что у меня Доходность По бумаге Составляет 16% Если вы покупаете С момента Объявления Сейчас Вы получаете 11% То есть Я могу Чуть-чуть Размыть Свою дивидендную Доходность И тоже Приобрести Данной бумаге Вот так я считаю Свою доходность Так я показываю Как работают Механизмы Сложенного процента Как я запускаю Как я запускаю В своем Порфеле Этот механизм Я сниму Об этом Отдельный ролик Если этот ролик Наберет 50 лайков После того Как этот ролик Наберет 50 лайков Я расскажу Как в моем Порфеле Набраны Некоторые Позиции И как они Запускают Сложенный Процент Вот Соответственно Я вам Показал Основные Аспекты Показал Немножко Новости Видео Не буду Дальше Затягивать Для того Чтобы Участвовать Напомню В розыгрыше Подарочных Акций Нужно Подписаться На Телеграм Канал Нужно Добавиться В чат Чат Вот он Друзья Вот видите Был добавлен Чат Его Фридрих Встретил По-нашински Шалом Поэтому Поэтому Друзья Такая Вот История 36 Стикеров Да Можно Использовать Казино Рулетки И по Периметру Глаза Казино Рулетки Из 36 Стикеров Которые Типа Нужно Это Мы Обсуждаем Логотип Нашего Канала И Ютуба Тут Так же Юмор Процветает Почему Падает В уш Это Видео Не мое Пацаны Шухерят Такую Парнятинку Ну Если вам интересно Почему я покупаю Такую Парнятинку Это Речь О системе Ну Человек узнает Чуть попозже Чуть попозже Поэтому Чтобы участвовать В розыгрыше Нужно Добавиться В телеграм Канал Перейти В чат Викторина Будет Запускаться В телеграм Канале Это Здесь Это Шортец Который Нужно Тоже Зайти Так же По ссылке На Ютуб На ЮГК Если 5000 Есть Поставить Уже 8 лайков Можно купить В районе 8 акций Или 7 То есть Я бы Выставлял Лесенку Заявок Снизу Выставил бы 3 заявки И остальное Держал На Дальнейший Рост Мы видим Что есть Боковик За этим Боковиком Может Опять же Пролив Быть Пролив Может быть Опять же Вот До самых С этих Моментов Вот До сюда Может быть Пролив Но Мне кажется Что такого Пролива Не будет Это Мы отрабатываем Косой Тренд Верх Это Опять же Нужно Смотреть Вот Видно Подкупают Подкупают Здесь Правда Свеча На Вот Это Верх Покупатели Продают Кто Продает ЮГК Продает Свои Акции Либо Те Кто Успели Нотариться Это Видео Видео Вот Отсюда Я Рассказывал Почему Надо Покупать ЮГК Как Каждый Опять же Мы Видим Что Два Месяца Назад Я Снимал Это Видео Видео Набрало Уже 2000 Может Быть Пролив Рассмотров Такого Пролива Это Было Два Месяца Назад Я Рассказывал Как Нужно Мы Отрабатываем Косой Тренд Верх Это Опять же Нужно Смотреть Вот Видно Подкупают Подкупают Здесь Правда Свеча На Вот Это Верх Покупатели Продают Кто Поэтому Друзья Для того Чтобы Покупать Вовремя Нужные Инструменты Нужно Подписаться На Телеграм Канал Также Подписаться На Ютюб Канал И Писать Свои Комментарии Чем Больше Вы Напишите Комментарии Тем Наш Ютюб Канал Наберет Большей Популярности Мы Узнаем Много Нового Нового Интересного Поэтому Ставь лайк Всем Удачи Всем Профита И Прибыли На рынки Чтобы Мы Все Стали С вами Этими Милли Панерами Как же Выключить От тебя Как же Выключить От тебя Забыл Как Выключить Диана Написала Комментарий Найду Ты Этот Выключил Нет Не Выключил Диана Та Лет Продолжение следует...